Зима в новом году для европейцев начинается неплохо. По данным специалистов, это самая теплая зима за последние 15 лет, отчего и потребление газа держится на приемлемом невысоком уровне, и газовые хранилища истощаются не так быстро. Но из-за сокращенного потребления газа цены на него опустились ниже тысячи долларов, что уже нехорошо для бюджета России. На это накладываются и санкции, введенные в начале декабря прошлого года, которые уменьшают и поставки нефти, что также может сказаться на бюджете. Нельзя сбрасывать со счетов и стагнацию мировой экономики, тянущие мир за собой локомотивы США, Китая и Евросоюза уже заметно замедляются, а за ними может начаться и новый кризис. Так каким будет новый 2023 экономический год? Профессор МГИМО, экономист Валентин Катасонов считает, что в новом году Россию ждет либо индустриализация, либо новый НЭП. Об этом он рассказал в беседе с накануне ТВ. Ну, вы знаете, чтобы ответить на ваш вопрос, надо ответить на вопрос более высокого порядка. Кто будет находиться у власти, у руля российской экономики, российского государства? Потому что если мы будем пребывать в таком состоянии паралича, то, конечно, нам никакая цена на черное золото не поможет. Даже если там будет, я не знаю, 200 долларов за баррель, нас это абсолютно не спасет, потому что опыт ушедшего 2022 года показывает, что мы имели рекордные валютные доходы, но пока еще не опубликован платежный баланс Российской Федерации по итогам 2022 года, но я не исключаю, что активная сальда платежного баланса будет приближаться к планке 250 миллиардов долларов. Такого рекордного значения Россия не имела за все годы, до 30-летия своего существования. А мы почувствовали влияние, благотворное влияние этого валютного дождя? Я лично не почувствовал, многие тоже не почувствовали, потому что в условиях необъявленной войны коллективного Запада против России мы должны были бы перейти на мобилизационный режим работы. Этого не происходит. Да, первые президентские указы, они были правильные. Я имею в виду указа 28 февраля, 1 марта 2022 года, где устанавливались жесткие ограничения и запреты на трансграничное движение капитала, на валютные операции. А потом постепенно все это было нивелировано какими-то другими документами, другими какими-то решениями, да и последующие указы, которые подписывал президент Российской Федерации, они фактически как бы нейтрализовали или обессмыслили первые и правильные указы. Вот такая вот ситуация. Поэтому, как говорил Иосиф 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 Сталин, кадры решают все. То есть, лишние кадры не в состоянии. Они не только не в состоянии, у меня вообще сильное такое впечатление, что они тихой сапой работают против России, работают на геополитического противника. Ну вот, как иначе, скажем, интерпретировать там некоторые решения Центрального банка? Центральный банк, значит, играл в поддавки. 300 миллиардов долларов были заморожены. Я думаю, что в этом году они будут просто конфискованы. Ну и что? Казалось бы, в этой ситуации Центральный банк должен оперативно перейти на другую модель денежной эмиссии. Да, та модель, она откровенно называется Currency Board, валютное управление. Это фактически эмиссия денежных знаков перекрашенной иностранной валюты. Ну, эта модель, она характерна для колониальных и полуколониальных стран. Я не знаю, почему об этом вслух и громко никто не говорит. Ну вот, появился наконец-то шанс действительно создать правильный Центральный банк с такой эмиссионной моделью, когда деньги вбрасываются в экономику не в результате покупки иностранной валюты, а в результате выдачи кредитов, рублевых кредитов на развитие экономики. Ну, я вам должен сказать, что Центральный банк резко сократил объем своей статистической информации. Но кое-что все-таки он продолжал публиковать. В частности, каждый месяц он публиковал балансовый отчет. Укрупненные показатели балансового отчета Центрального банка. Значит, каждый месяц обычно, значит, 11-го числа, значит, балансовый отчет за предыдущий месяц. Значит, 11-го декабря 2022 года я ждал, что Центральный банк опубликует балансовый отчет за ноябрь месяц, но 11-го числа я ничего не увидел. Не увидел я это и 15-го декабря, не увидел я это и 31-го декабря. По-прежнему балансового отчета нет. Ну, те балансовые отчеты, которые были опубликованы ранее, показывают, что Центральный банк показывает более чем странный баланс. В активах по-прежнему присутствуют все валютные резервы, как будто их никто и не замораживал. Да, там просто идет переоценка с учетом изменения валютного курса. Вот. Что касается, значит, кредитов, объем кредитов даже сократился по сравнению с январем месяцем до начала специальной военной операции. Что еще? Ну, была такая статья в балансовом отчете, называется «Прочие активы». «Прочие активы» – это всегда такая техническая статья, которая обычно там составляет доли, десятые доли процента от общего объема активов. Это такая техническая статья, ну, для того, чтобы провести, как бы, соответствие, сбалансировать все активы и все пассивы, и все обязательства Центрального банка. Оттуда мы видим, прочие активы, они начали расти, они начали расти, значит, по данным на октябрь месяц, последние доступные данные, прочие активы оказались примерно в три раза больше по объему, чем кредит. И Центральный банк ни слова вообще не говорит о том, что это такое. Разные версии. У меня такая версия, что Центральный банк продолжает работать с иностранной валютой, хотя 28 февраля 2022 года они сказали, что они прекращают все операции с валютой. И на соответствующей странице сайта Центрального банка там каждый день отмечаются, стоят прочерки, нету ни покупки, ни продажи. Да, но с другой стороны, ведь, понимаете, денежные власти, это ведь два института, Центральный банк и Минфин. И они между собой тесно связаны. И если какой-то из институтов собирается врать нам, то они должны тогда врать синхронно. А что мы видим? Ведь я напомню, что Центральный банк, он управляет не только собственными валютными резервами, но он управляет и валютными резервами Минфина. Той валютой, которая входит в состав ФНБ, Фонда национального благосостояния. Так вот, если вы зайдете на сайт Минфина, на страничку ФНБ, Фонд национального благосостояния, а он прописан помесячно, вы увидите, что оказывается каждый месяц валютные составляющие этого фонда меняются. Меняются объемы фунтов, меняются объемы японских йен, резко увеличились объемы китайских юаней. Но, кстати, и британские фунты подросли, не так, как китайские юани. То есть, это означает, что Минфин живет своей какой-то валютной жизнью, о которой мы ничего не знаем. Может быть, они уже настолько обнаглели или как бы расслабились, что они думают, что никто не изучает их информацию. Я лично изучаю. И возникает вопрос. А через кого тогда Минфин продает и покупает валюту? Ну, в основном, видимо, покупает. А непонятно, через кого. Потому что он может это делать только через Центральный банк. А Центральный банк регулярно, раз в неделю, раз в месяц сообщает о том, что они пересчитали свои золотовалютные резервы. И за отчетный период никаких операций не совершалось. Значит, у Минфина валютные операции совершаются, а у Центрального банка не совершаются. Интересно, как у них это все... Знаете, это же вещи такие элементарные. Любой аналитик, он эти вещи должен отслеживать. Тут мне даже позвонил один товарищ из Центрального банка. А я его спрашиваю, слушай, почему очередной отчет месячный Центрального банка не публикуется? До сих пор не знаю, то ли он пошутил, то ли он правда говорит. Он говорит, а потому что, Валентин Ильич, вы комментарии пишете на каждый их месячный отчет, и они вас боятся. Они поэтому не публикуют очередной месячный отчет. Ну, это шутка, наверное, но тем не менее. Ну, кто-то все-таки знает, что вы следите. Ну, а что происходит с токсичными валютами? Вот эти те же самые евро, доллары, юани понятно, а вот с токсичными что? Получается, что если, значит, Минфин отражает наличие в составе ФНБ британских фунтов и японских иернов, это токсичные валюты. Но сам Минфин с этой валютой не работает. Всегда с этой валютой работал Центральный банк, как агент Минфина. Минфин просто открывает валютный депозит, а валютой как таковой управляет уже Центральный банк. Значит, у меня версия такая, что вот эта вот странная гигантская статья о прочих активах, это и есть та ширма, за которой осуществляются эти валютные операции с токсичной валютой. Токсичной валютой. Другая версия, у меня до этого была другая версия, что Центральный банк поручил отдельным коммерческим банкам выполнять роль управленцев валютными резервами. Я слышал, что некоторые эксперты тоже высказывали такую точку зрения. Современному коммерческому банку работа с токсичной валютой, ну вы сами понимаете, это поручение почетное, но оно смертельно опасное. В общем, к сожалению, мы можем строить только какие-то версии, но в принципе я думаю, что, скажем, депутаты Госдумы, они не только могут, они и обязаны ставить такие вопросы. Ребята, а что это у вас за статья о прочих активах? А почему у Минфина, значит, валютные компоненты ФНБ меняются, а у вас, значит, все застыло на мертвой точке? Как это так? Или, может быть, появился еще какой-нибудь таинственный Центральный банк, через который Минфин начал работать? Ну тут можно до бесконечности фантазировать на эту тему. Но если вернуться вот к тому, собственно, с чего мы начали, про падение ВВП и, как это скажется, все на бюджете, можно ли тут какие-то прогнозы построить? Не, я никакие прогнозы строить не могу. А какие можно строить прогнозы? Вот как-то Геннадий Андреевич Зюрганов, мы с ним сидели за одним столом, там, на одном мероприятии, он как-то так философский, он же доктор философских наук, он так сказал про Ленина, говорит, вот сидел Владимир Владимирович Ленин в шалаше, в разливе, ну все знают, в 17-м году Ленин там в шалаше жил, да, вот, и писал кому-то из своих единомышленников, а доживет ли наша партия до Нового года? А потом Геннадий Андреевич говорит, а вот смотрите, а вот 25 октября, не только дожили, но и стали правящей партией. Ну уж, если Геннадий Андреевич понимает, что прогнозировать будущее нельзя, то я уж тем более, вообще я воздерживаюсь. Вот понимал, что мы можем сценарий строить, сценарий, там, как это у военных бывает, там, 2-3 сценария, да. Да, позитивный, пессимистичный, ну, оптимистичный, пессимистичный и какой-то сбалансированный. Пессимистичный, если все останутся на своих местах, в своих креслах, понятно, что они просто, они просто даже не подозревают о существовании каких-то альтернатив, понимаешь? Ну вот так их воспитали, так их учили, так их воспитали, ну, Набиулина, например, госпожа Набиулина, она же училась не только в англо, она еще училась в Ельском университете. В Ельском университете. Я бывал в Ельском университете, когда был в Америке, но это очень специфическое обучение. Ну, через это специфическое обучение проходят многие люди, молодые и не очень молодые люди из разных стран. Но разве мы можем ждать, что Набиулина, она будет, скажем, перестраивать работу Центрального банка, скажем, изучать опыт денежно-кредитной реформы в Советском Союзе, реформа 30-32-го годов. Ее этому не учили. Здесь, наверное, рефлексом сохранения она не будет этого делать. Конечно. Ну, здесь же еще плюс ко всему накладывается и нарастающий мировой кризис. Основные мировые экономики Евросоюза, США и Китая постепенно замедляются. Мировая экономика, говорят. Да, очевидные вещи, да. Очевидные вещи, они, конечно, уже фактически давно вступили в рецессию. Они просто этого не хотели признавать. Ну, а по большому счету, вы знаете, я учил в советское время, и нам достаточно подробно на лекциях по политэкономии рассказывали, что такое капиталистический цикл. Ну, это по Марксу было. Капиталистический цикл – это вот такие, значит, полнообразные тренды развития капиталистической экономики. Значит, каждая фаза, то есть каждый цикл стоит из четырех фаз. Первая фаза – это спад или рецессия. Вторая – это стагнация или застой. Дальше – оживление. И четвертая фаза – это рост. Это когда, значит, оживление достигает до кризисной точки, после этого начинается рост. Вот, если посмотреть под этим углом зрения, под этим углом зрения, что происходило, скажем, в мировой экономике во втором десятилетии 21 века, то это ведь была сплошная стагнация. Это была сплошная стагнация. Никакого серьезного оживления не было. Вот, да, некоторые могут там апеллировать показателем ВВП за отдельные годы, но я давно уже не доверяю показателю ВВП. Еще в конце прошлого, 20 века, уже многие экономисты на Западе говорили, что ВВП – это очень такой лукавый показатель. Да, ну, сами судите, скажем, структуру американского ВВП, там примерно 78% – это сфера услуг, и только 22% – это реальная экономика, промышленное, сельскохозяйственное строительство. Ну, о чем говорить? Я больше доверяю, скажем, показателям промышленного производства. Ну, тут тоже надо очень аккуратно все это дело считать. Так что я думаю, что это была сплошная стагнация. А стагнация была почему? Потому что ведь во время финансового кризиса 2008-2009 годов произошло то, чего никогда не происходило. Да, там был кризис, но его кризис до конца, как говорится, до дна не дошли. То есть, если бы было действительно такое классическое падение экономики, то после того должна была начаться фаза оживления и роста. А поскольку самортизировали это падение, оно не было глубоким. А почему оно не было глубоким? А потому что произошло то, чего никогда не происходило. Были включены на полную мощность печатные станки центральных банков, ФРС, ЦБ, Банка Англии, Банка Японии. За период с 2008 года по, скажем, 2022 год денежная масса, имитированная Федеральной резервной системой, увеличилась на порядок. А экономика увеличилась на порядок? Нет, конечно. Тогда возникает детский вопрос. А значит, если товарная масса, предположим, там увеличилась на 5%, а денежная масса увеличилась на порядок в 10 раз, почему тогда нету гиперинфляции? А нет гиперинфляции по той простой причине, что эти ребята сегодня используют очень активно финансовые рынки, фондовые рынки. Вся инфляция, она на фондовых рынках. Говорят, пузыри, фондовые пузыри, а это и есть инфляция. И вот сейчас эти пузыри начинают лопаться, часть этих денег просто исчезает, а часть денег начинает возвращаться на товарные рынки. То есть, понимаете, я хочу сказать, что эти хитрые ребята, они используют какие-то события в мире, как дымовую завесу для объяснения реальных причин, реальных механизмов действия каталистической экономики. Скажем, пандемия. Когда началась пандемия? Ее объявили в январе 2020 года. Я, как экономист, еще в ноябре-декабре 2019 года определил, что в некоторых странах, скажем, в Японии, в Италии, началась уже рецессия. И вот тут вполне вероятно, что все это совпало, или они решили сразу нескольких зайцев отстрелять. Они сказали, пандемия. И все списали на пандемию. Да, точно так же специальные военные операции. Тоже все списывают на... Инфляцию обусловлено, значит, это Путин все. Путин является источником инфляции. А то, что они напечатали с 2008 по 2022 год денег, которых в 10 раз стало больше, а товарная масса при этом увеличилась на 5%, ну, тут надо быть экономистом. Не надо быть экономистом. Но опять, значит, доходят... Вообще, вот, понимаете, средства массовой информации – это постоянная дымовая завеса, которая не позволяет людям понять причины следственной связи в мире экономики. Я немножко держусь, потому что я статистику изучаю. Я изучаю статистику и вижу эти все несостыковки и все эти обманы. Ну, поэтому мы к вам обращаемся, собственно, чтобы вы помогали эту всю дымовую завесу развеивать. Вот, продолжая тему, Сергей Глазев в своем телеграм-канале анализировал рынки сбыта газа и пришел к выводу, что страны Европы были основным рынком сбыта, а в дружественные страны, сегодня это, можно сказать, Белоруссия, Турция и Китай, по сути, как основные потребители, не получится нарастить такой же объем поставок. Вот в этом случае что нужно делать? Ну, вы знаете, я не такой большой специалист в области энергетики. И насчет Турции я бы все-таки так более осторожно выражался. Еще по дружественности Турции. Эрдоган – это совершенно непредсказуемая политическая фигура. Что касается Белоруссии, ну, мне казалось бы, что лучше для белорусов-то всегда найдется природный газ. Я просто как бы не очень в теме. Может быть, Сергей Юрьевич действительно знает, он все-таки там Евразессия заседает. Он лучше знает все эти тонкости. Но мне хотелось бы сказать, что в принципе, в принципе, я считаю, что не надо пытаться искать замену природному газу где-то на востоке или на юге. Потому что я всегда вспоминаю Дмитрия Ивановича Менделеева. Он совершенно правильно сказал. Жечь нефть – это все равно, что сжечь ассигнации. Экспортировать природный газ, ну, это, понимаете, это называется паразитирование на природной ренте. Да, я дальше не развиваю. Мы тут с одним товарищем, который в Газпроме в свое время работал на очень высоких должностях. Он тоже переживает по этому поводу и говорит, ну, если у нас есть дополнительное количество газа, давайте мы будем лучше хотя бы электричество, значит, генерировать на основе этого природного газа и создавать некие такие комплексы энергоемких производств. Даже того же алюминия. Даже того же алюминия. Продавать алюминия на мировом рынке на порядок выгоднее, чем продавать природный газ. В продолжении темы Сергей Юрьевич приходит к выводу, что Россия будет вынуждена отказаться от сырьевой экспортной модели развития экономики. То есть сырьевой экспорт не исчезнет, он останется, просто перестанет приносить значимую в макромасштабе прибыль. И вот какой, на ваш взгляд, будет или какой должна быть эта новая модель развития? Ну, вы знаете, эта новая модель экономики, на самом деле, хорошо подзабытая. Я уже упоминал индустриализацию. Да, индустриализация, которая началась в конце 20-х годов, у нее было три цели в этой индустриализации. Первая цель – это преодолеть нараставшие отставания Советского Союза от ведущих экономик мира, то есть все США, Германия, Великобритания. То, что и сегодня, кстати, мы наблюдаем, я могу это подкрепить цифрами даже, растущие отставания. Второе – это достижение полной экономической независимости, я имею в виду самодостаточности, или даже экономической автарки. Но это тоже понятно, потому что мы тогда будем обсуждать вопросы не экономических санкций, а мы будем обсуждать вопросы, где и что строить, что созидать. И не зависеть от того, как будет складываться конъюнктура на мировых рынках черного золота или природного газа. Слишком мы зависим от всего этого, мы должны быть самодостаточны. И третье – это создание индустриальной базы для мощной обороны государства. Все эти три цели, они на сегодняшний день сохраняют свою актуальность. И если немножко остановиться на второй цели, то я считаю, что мы просто обязаны действительно провести это импортозамещением. Но мне не нравится это слово «импортозамещением». Я в свое время, полвека назад ГИМО изучал мировую экономику. Там импортозамещением называли политику стран третьего мира. Что вот им надо освобождаться от своего колониального статуса. Они должны постепенно как-то замещать импортные товары отечественными. Я предлагаю все-таки взять за основу собственный пример. И там была индустриализация. Я вам скажу, в 1940 году, последний такой полный, полноценный хозяйственный год, накануне войны, мы на экспорт отправили не более 1% всего произведенного общественного продукта. А свои внутренние потребности за счет импорта покрыли на 0,4%. То есть мы практически были уже самодостаточны. У нас был весь набор отраслей и производств народного хозяйства. Это был единый народно-хозяйственный комплекс. И мы иначе не выживем. Я всегда вспоминаю слова императора Александра Третьего, который говорил, что у России есть только два надежных союзника. Армия и флот. В данном случае Белоруссия это не союзник. Я считаю, что это часть большого государства. Что касается Турции, то сегодня вроде как и трусное государство, а завтра кто его знает. С Китаем тоже история показывает, все было. Поэтому это партнеры, но не союзники. А если у нас есть только партнеры, но нет союзников, кроме армии и флота, значит, надо создавать единый народно-хозяйственный комплекс. И действительно добиваться экономической автарки. В принципе, позитивное слово, автарки. Но вот за 30 лет демократической рыночной России это слово стали использовать как некую такую издевку. Типа, вы чего, автарки захотели? Да, хотим автарки. То есть, если подытожить, получается, что, можно сказать, либо индустриализация, либо пессимистичный сценарий в 23-м году нас ждет? Ну, конечно. Пессимистичный сценарий. Пессимистичный сценарий, да. Но это вот тот сценарий, который даже в нашей истории был. Это 20-е годы. Так называемая новая экономическая политика, НЭП. И мы буквально в последний момент вывернулись. Вывернулись. Ну, я не буду рассказывать. Это были достаточно такие драматические события. Вот. Высталка Троцкого там, нейтрализация правой, левой и прочих оппозиций. Но мы успели. Мы успели. Задержись мы еще на годик-другой на этом пути НЭПа. Не знаю. Было бы совсем другое. Уже, да, был бы другой маршрут нашего развития. Подписывайтесь на канал Накануне ТВ и распространяйте.